Итак, сегодня перед нами непростая тема. Сегодняшнее занятие будет «Лерфуа Шалема Цифания Бенестер». И речь у нас о «Цалат нефеш бенефеш» – спасении жизни ценой другой жизни. При всем том, что Тура описывает нам ценность жизни, говорит нам, почему эта жизнь такая ценная, что жизнь является «Вехай Багем» и живи в них, в этих заповедях. Мы знаем, что спасение жизни можно добиваться даже ценой нарушения заповедей Торы. Однако тому правилу есть исключения. Тура также рекламентирует нам вещи, ради которых эту самую драгоценную жизнь порой нужно отдать. Но у нас есть два запрета в Торе. Вообще убить другого человека – это один из запретов Торы, ради которых называется «Умри, но не сделай». То есть если человеку даже угроза его жизни требует, чтобы он убил кого-то другого, это тот самый редкий случай, когда нужно умереть, но не сделать. В Меидах, с другой же стороны, есть заповедь на каждом еврее – спасать жизнь другого еврея. Как написано, «Лотта амодальдамреаха» – «Не стой над кровью ближнего своего». И также по сугбе «Ашевотло» – «Верни ему». То есть, да, Тура требует от нас, чтобы мы не могли, не стояли и не смотрели на то, как, да, кто-то из наших близких гибнет. И получается, мы сегодня займемся очень сложным вопросом, когда два этих закона, они вступают в конфликт. С одной стороны, нельзя отдать жизнь, нельзя забрать чужую жизнь, даже спасая свою собственную. А с другой стороны, да, нужно спасать, нельзя позволить твоему брату умереть. Так, начнем с «Масеха» – это Сангедрин. Написано там, на 74-м, да, Фямудалев. Да, там как раз-таки Гемора занимается нашим вопросом. И говорит следующее, что если перед человеком встает выбор нарушить какую-либо заповедь Торы, чтобы спасти свою жизнь, пусть нарушит, но только спасет свою жизнь, да, но не умрет. Хуц – за исключением трех вещей. А водат куховим, если человека принуждают к идлопоклонству, гилуй арает к запретным кровосмешениям, связям, да, ишфихуддамим – пролитие крови. Да, а водат куховим ши ирак валья, да, ши ирак валья вор. Да, в этих случаях он должен умереть, ирак валья вор, но не приступить к эти три запрета. И там дальше объясняется в этой судье, что этот закон ирак валья вор касается шфихуддамим, что нельзя убить другого человека, спасая свою жизнь. Отсюда мы учим нилмадми свара, откуда мы это учим, это на самом деле свара, знаменитая свара, которую сказал Рова. С чего ты взял, что твоя кровь краснее? Да, знаменитая фраза. Может быть, его кровь краснее? То есть, как бы, с чего ты взял, что твою жизнь нужно спасать, даже ценой чьей-то другой жизни? Может быть, его кровь краснее? Тебе надо умереть. Там же, да, на 73-м дафе сказано, «Если ты видишь, что один человек преследует другого с целью убить его, можно спасти жизнь преследуемого ценой жизни преследующего». То есть, можно даже, да, надо постараться его остановить и даже его убить, но спасти того, кого он намеревается убить. И это учится из повеления Торы. «Не стой над кровью ближнего своего. Если видишь, как он гибнет, да, ваше вотло, верни ему, помоги, то есть не смотри на то, как он умирает». И поэтому вопрос, вопрос, человек тонет, а я не умею плавать. Вот смысл, да, прыгать, его спасать. Окей, но, предположим, ты можешь его спасти, просто ценой своей жизни. На самом деле, обе эти суги, они доходят до Аллахи, то есть до практического закона. Написано в Рамбаме так. И также написано в Шурханарухе, Юраде, Симан 157, Саиф Алиф. И также еще в некоторых местах. И также то, что ты должен спасать, тоже это все, это все Шурханарух. Это практически Аллаха. С одной стороны, ты должен спасать человека, который находится в смертельной опасности, даже ценой жизни того, кто его хочет убить. То есть надо его остановить, убить, чтобы он не убил другого. С другой стороны, да, второй закон, что нужно даже отдать свою жизнь, чтобы не забрать жизнь чужого. Так вот. Что же делать в ситуации, когда эти два правила сталкиваются? На самом деле, вопрос приводится в Тосефте таким образом. То есть что происходит? С одной стороны, весов, у тебя жизнь нескольких человек. С другой стороны, да, то есть окружили неевреи, группу евреев, и говорят, если не дадите нам убить одного из вас, мы убьем всех. А если нет, да, мы убьем всех, тогда написано, да, что все должны умереть. Но не имеют права передать кого-то, как неважно, любого еврея, чтобы спасти даже других евреев. Причем не написано число, то есть даже может быть 100, может быть 200, да. И такие были, на самом деле, даже случаи в истории. Евреев закрывали в синагогах, утверждали, что сейчас обольют, обливали все там, топливом, говорили, подожжем всех, если там не дадите кого-то одного, и нельзя, нельзя, поторе нельзя, нужно всем погибнуть. А валим ягдулогем. Но, если они не в общих чертах сказали, дайте нам любого одного, а сказали, дайте нам конкретно, Абрамовича, сына Рабиновича, как был случай, да, отписывается в Танахе, Шева Бен Бихри, Шева Бен Бихри, он был человеком, который восстал, ну как восстал, да, он был такой оппозиционер, он при Давида Мелехе начал тянуть корону на себя, так вот, он засел в городе, этот город предоставил ему убежище, и Юав, военачальник Давида, окружил город, и потребовал выдать его, иначе уничтожит весь город. И мы знаем, что мудрая женщина, да, написано, там, комментаторы пишут, что это была Серах, та самая Серах, дочь, внучка Якова Авину, которая рассказала ему о том, что его сын Йосеф жив, тем самым она вернула жизнь, написано, да, вернула жизнь к Якову, как бы он ожил, потому что он был в очень больших страданиях, и за то, что она вернула про отцу жизнь, как бы, да, Всевышний ей даровал жизнь, очень длинную жизнь, она жила очень-очень-очень долго, много-много сотен лет, как минимум, да, у нее 600-700 лет она жила, дожила до царя Давида. Так вот, она, как бы, там, переговорами, очень мудрыми, грамотными переговорами сделает так, что выдадут Шева бен Бихри, Юаву, и спасет целый город. Ятнуу нахэн ваалья аргу. Да, то так, отсюда мы учим, что если условия другие, то есть условия, дайте нам конкретно кого-то, иначе мы убьем всех, что в этой ситуации человека выдать можно. И Тосефта намекает на то, что написано в книге Шемуэля от Шева бен Бихри, он восстал против Давида Медахри, поэтому он уже подлежал смертной казни. Поэтому человека, который подлежит по Торе, по закону смертной казни, его не нужно спасать ценой жизни всех людей, которые есть в городе. Юав, цар аля... Алявэль бит Маха. Айр шаалеха немлад шева бен Бихри. Да, что бит Маха был такой город, который он окружил, и требовал выдать шева бен Бихри, бенрашная згиро уба отцат ища ахат, и по советам для женщин, и желаю, что они шайтазу сцерах бата шер, это можно сказать сцерах бата шер, шарихай амим, ад аз, вот он как раз это объясняется, аргугу бни айр вишлиху от рош Эль-Йоах нитслу кулам. Что сделали? В итоге сам город казнил этого шева бен Бихри и вынесли его голову Юаву. И таким образом они спасли весь город. Так вот написано шеим омдим раммим бифней сикун шиару кулам им ломасру адам яхид. Получается, что если многие их жизнь стоит их жизнь как ставка и против нее стоит требует какого-то определенного человека. то есть с одной стороны мы видим, что одна жизнь, тут нет количественного критерия. Несмотря на то, что с одной стороны весов 100 жизней, с другой стороны одна жизнь, если требуют выдать какую-то одну жизнь, эту жизнь мы не меряем. Нельзя выбрать кого-то и просто отдать, чтобы спасти других. Но по словам Тосефты мы видим, что есть ситуации, когда да, можно отдать одну жизнь ради спасения многих. Возможно, это даже ты обязан это сделать. то есть привести, сделать так, чтобы он умер, чтобы спасти многих, при условии, что они назвали конкретно человека, как было в ситуации с Шевой бен Бихри. Тогда в этой ситуации можно выдать этого человека, чтобы другие не погибли. Но в Иерусалимском Талмуде есть знаменитый спор Раби Йоханана и его великой хевру Т.С. То есть смотрите, в Шевой бен Бихри есть еще один маленький нюанс. Не просто они просили дайте нам конкретно человека, и поэтому можно было его отдать. Этот конкретный человек Шевой бен Бихри по закону Торы подлежал смерти, потому что каждый, кто который Морад, который восстал, он бунтарь против власти, против царя, он автоматически подлежит смерти. По Торе это смертная казнь. Поэтому, может быть, поэтому его можно было выдать. Но если бы даже окружили многих и говорят дайте нам Рабиновича, но по закону Торы Рабинович не должен умереть, тогда нельзя его выдавать? Или нет? Или самый главный критерий в этой истории, что мы отсюда учим, что неважно, что если тебе называют четкие параметры, человека, то это уже достаточно, его можно выдать, чтобы спасти остальных? Раби Йоханан считал, что нет, даже если человек по закону Торы не подлежит смерти, все равно, если назвали конкретно его имя, его можно выдать, чтобы спасти остальных. И на самом деле их спор, он переносится и на Аллаху, то есть практическое поле тоже, с кем спорят по поводу того, согласно кому идет Аллаха, по Раби Йохану, по Раби Решлакишу. Рабам в своих, Торы, то есть они там хотят его убить, окей, по закону Акун, там Гоим, да, остановили, хотят его убить, но по закону Торы он смерти не подлежит, он не виновен, или даже он виновен, но за это нет смертной казни. В этом случае, говорит Рабам, выдавать человека нельзя. Но там же, кесов Мишна, тому Аллах, она поражается этому Рабаму, а до апасаки Решлакиш, почему, говорит, вдруг Рабам устанавливают Аллаху по Решлакишу, ведь у нас есть определенные правила, принятые во всем Талмуде, и одно из этих правил согласит так, что во всех спорах Раби Йоханана и Решлакиша мы идем, Аллаха устанавливают по мнению Раби Йоханана. И что касается практической Аллахи, Рамо в Шульханарухе приводит оба мнения, и то, и то приводит оба мнения, то есть, да, не утверждает Аллаху окончательно. Есть распространенное мнение среди Ахроним. Это Таз, и также говорил, его честь Бах, установить Аллаху согласно второму мнению, Шейви Арамо, которое привел Рамо, то есть, по мнению Решлакиша, как пишет Рабам, И пишет Шах, говорит, что если, не дай Бог, такая ситуация произошла, и требует человека, и этот человек не подлежит, да, или подлежит, то есть, Аллахапа Решлакишу, который говорит, что если человек не подлежит смерти по Торе, то его выдавать нельзя. И он говорит, обязательно, в любом случае, тут нужно проверить все стороны, и не стороны, максимально перед тем, как его передать. То есть, по мнению Решлакиша, можно передать человека, если он сам подлежит Торе, и его конкретно, по Торе смерти, и конкретно назвали его имя. Лауматаам, но против этого мнения выступает Агро, Веленский Гаор, в своем комментарии Льорадея, к Шурханаруху, части Льорадея, и нехатапсакарамбамки Решлакиш бецарих иун. Он говорит, я, говорит, не понимаю Рабама, который говорит, что Аллаха идет по Решлакишу в этой ситуации, а не по Раби Йохану. Раби Йохан сказал, надо спасать большинство. Если назвали конкретное имя, даже если этот человек невиновен, но требует его, надо отдать его. Но Рабам говорит, нет, и это оставляет Веленский Гаон, говорит, не понимаю. Бецарих иун, это говорит, окей, Рабам сказал то, что он сказал, но говорит, царих иун, надо, да, непонятие, да, вы гамни реши да, тахазон иш, но теле ахреш локереш лакиш. И также великий Гадоладор, да, хазон иш, будущего поколения, тоже склонялся установить Аллаху не по рейш лакишу, а по Раби Йоханану, что даже если этот человек по Торе невиновен, но именно сейчас его жизнь требует убийца, убийцы, да, то ради спасения жизни многих его отдать можно. Теперь давайте пошли на маленький комментарий, маленький мук, вот тоже вопрос, да, убар, убар, а мы сакенет иму, мы знаем знаменитое правило, что по какому, да, что если женщина рожает, и не дай Бог, встает выбор перед врачами, врачи выходят и говорят отцу, что делать, говорит, кто-то один должен умереть, либо мать, либо ребенок, то есть а логически можно забрать жизнь ребенка, чтобы спасти мать. Почему? Потому что здесь работает день Родеф, потому получается, да, жила-была мать, и вот этот ребенок угрожает ее жизни, он как будто бы, да, преследует, а закон Родеф гласит, Родеф и не Родеф, что как бы в данном случае она как бы пострадавшая, а ребенок как бы угроза ее жизни, и это дает право убить ребенка, потому что по закону Торы ребенок, хоть он и маленький, хоть он и в животе, он полноценный человек, и его убийство самое настоящее убийство, а тогда получается в этой ситуации, к сожалению, если идти по закону Торы, нельзя забирать одну жизнь ради другой жизни, очень жаль, но должны умереть оба, а как же можно убить ребенка ради спасения жизни матери, только благодаря вот этому закону Родеф, что есть, которые говорят, что да, что можно забрать ребенка, чтобы спасти мать, но все это только до тех пор, пока ребенок не вышел, даже если у него только вышла голова, то уже нельзя забирать одну жизнь ради другой жизни, то есть все то время, пока он еще в животе, можно предпочесть жизнь матери, жизнь ребенка, но как только ребенок показался, уже начал выходить, все, тогда вступает правило, нельзя отдавать жизнь ради спасения другой жизни. Извини, я прослушал, а почему можно, на иврите сказал и перевод не понял, по какой причине можно? Называется Дин Родеф, мы только что его говорили, что если ты видишь, что один человек бежит с ножом за другим человеком, чтобы его убить, то Дин Родеф говорит о том, что ты должен спасти своего брата от того, что у нас запрещен, самосуд запрещен, считай, что ты хочешь его убить, есть суд, что он за свою смерть и вы должны казнить, ты за ним бежишь, его хочешь убить, ты должен остановить убийцу, даже ценой его жизни, то есть, если ты не можешь его остановить, это единственное, что ты можешь делать, ты стреляешь, стреляешься в ногу, его убил, ты имеешь право остановить убийцу, даже ценой его жизни, и в данном случае... по-разному слову, самозащита, по-разному слову. Нет, ты не самозащита, ты трекий человек, ты за этим наблюдаешь, тебе ничего не угрожает, но у тебя есть такой закон, который не стой над кровью ближнего твоего, ты видишь, как твоего брата убивают, ты не можешь на это стоять смотреть, ты должен его спасти, и даже если его убивает другой брат, что противоречит закону Торы, нельзя, нельзя допускать убийства, ты не можешь бездействовать, это соучастие, ты должен действовать, даже если твое действие проведет ценой жизни убийцы, а в данном случае ребенок является тем самым преследующим, мать, и поэтому разрешается убить ребенка, мы говорим, ситуация только, когда это 100%, то есть врачи говорят невозможно, либо он, либо мать, либо умрут оба, не дай бог, рахмана лицлана, до такого, но если такое произошло, что тебе дает право, получается, ситуация выходная, оба должны умереть, но благодаря Дину Родев можно спасти мать, но это только при условии, что ребенок еще не показался, говорит, Саша, Шани Родев, но все-таки задается вопрос, ну почему, даже если показалась голова, какая разница, надо спасать мать, он же убивает мать, то есть почему можно его даже тогда было бы убить по этой логике, почему, только если он еще в животе, потому что тут закон Шани Дин Родев, он отличается, этот закон по-другому, почему, КИ МАШМЕЙ КАРЭТФОЛЕЙ КИЛОМАРАС СИКУНШЕ АУБАРГО РЕМЛЕЙМО УПЭУЛАТИВ ИТ, ШНЕГРАМАМАМАМАМАММАМС, Спасибо. А, видите, да, Гимара задается вопросом, то есть то, что я вам говорю, это Аллаха, а оказывается, видимо, это еще не просто, вернемся, вернемся, забудем то, что я сказал, да, мы еще в вопросе, можно убить ребенка, чтобы спасти мать или нет, спрашивают Гимара, ну, наверное, можно, он же родев, он же пытается, он преследует мать, он угрожает ее жизни, можно убить того, кто угрожает жизнь? Но это как предположение Гимара приводит и отвечает, что нет, нельзя, потому что в данном случае он не родев, он не похож на ситуацию человека, который сложен преследовать другого человека, потому что вся эта ситуация, она природная, то есть она Мина Шамаем, так сложилась ситуация, что мать умирает из-за того, что, да, не может родить этого ребенка, он ее убивает, но это Мина Шамаем, и нельзя сказать, что этот ребенок, да, он еще не отделен от матери, чтобы можно было сказать, что он родев, поэтому в этой ситуации он не родев, должны умереть оба. И Раши как раз-таки там пишет, что если, что вопрос есть Гимары только в случае, когда он еще внутри ребенок, но если большая часть ребенка уже вышла, то нельзя забирать жизнь ради спасения другой жизни. А если скажешь, не, ну как же, вот мы видим историю, Шева Бен Бихри, да, Йоав просил выдать человека, Шеву Бен Бихри начал уничтожить целый город, и его, да, выдали ради спасения города, а, видишь, можно отдавать жизнь ради спасения другой жизни. И там отвечают, нет, говорит, история Шева Бен Бихри, она отличается. Почему? Потому что даже если бы его не передали на смерть, не передали смерти в городе, как просил Йоав, да, если бы они его не передали, Йоав убил целый город. А если бы он спасся даже ценой их всей жизни, не могли бы передать его, чтобы спасти себя. Ну, то, что мы сказали до этого, да, то есть тут не помогает сам человек из-за того, что он восстал против короны, уже подлежал смертной казни. И поэтому там можно было его выдать, так отвечает Гимара Банакаман и Дон Бинянзе. Да, мы уже говорили об этом выше, окей. Бешейлот Элу. Итак, да, что мы видим пока, да, что в Гимаре действительно обсуждается эта история, история матери и ребенка. И Гимара задается вопросом, может, применим ли к этой ситуации Дзин Родеф, не применим, а до каких пор он применим, показался ребенок, не показался, насколько и так далее. Бешейлот Элу шелакравата яхид лэма на рабим. Поэтому касательно этих вопросов, очень сложный вопрос на самом деле. Мы привыкли думать, да, в количественных рамках, и поэтому очень трудно понять Тору. То есть нам человека спросить, ну, слушай, убить одного, чтобы спасти сто человек, ну, наверное, да. Что делать? Сто человек, сто жизней против одной жизни. Но Тора так не считает. Божественный разум Тора, не всегда это поддается логике человека. Всевышний говорит, жизнь тебе не принадлежит. И ты не играй в Бога. Ты не можешь решить, а, это там, эта жизнь важнее, да. Причем, когда мы говорим жизнь, тоже у людей есть такое понятие. Он молодой, у него вся жизнь впереди. Давайте этого убьем. Он старше. Говорит Тора, нет, если они два, мы увидим, да, если они два здоровых человека, не важно, что этому 50, а этому 15. Не важно, это две жизни. Ты не можешь, тебе не хватает, да, исходных, да, правных точек, чтобы принять такое решение. И поэтому основа для разрешения вот этих вот самых сложных вопросов спасения жизни многих ради ценой жизни одного в качестве камня, да, основания такое, да, которое используют пуским, это знаменитая шита мнения Хазон Иша. Пиньян, хець, шеомет левгуа барабим. Хаим мутар леатото, беофен шиинацлу, харабим. Так, што за хець. Што за хець, шеомет левгом барабим. Хаим мутар леатото, беофен шиинацлу, харабим. Таргума сейшель, дебрая хазон, Иш беинян хець, бе мусагим шел ямену, ху адам хаяль, роэ римон яд, бе таофеф бе овир. Ага. Ну, знаменитая история, да, нас в детске мы проходили в учебниках, знаменитый геройский поступок, да, целая комната людей, и туда залетает граната. И один из солдат бросается на гранату, чтобы спасти остальных. Это и есть наша тема. То есть можно ли отдать, спасти чужую жизнь ценой своей жизни? Ценой своей жизни спасти другую жизнь. Герой, человек, замечательный, но по закону может ли он? Дело в том, что, да, мы немножко должны вернуться, то есть как-то она заставляет думать. Твоя жизнь тебе не принадлежит. Поэтому самоубийца, он такой же убийца. Убить себя – это то же самое, что убить другого. Ты думаешь, а что, моя жизнь, я что хочу? Ничего подобного. Ты себя не оживлял. Ты себе жизнь не дал. Она не твоя. Ты не можешь забрать свою жизнь точно так же, как ты не можешь забрать жизнь другого человека. Это убийство. Кто тебе дал право себя убивать? Да. Поэтому, да, то есть, получается, солдат, который прыгнул на гранату, да. А там много людей, много людей, ты бросишься на гранату, геройский поступок, но спасешь только человек. А фальпиша бепрула зуху гурэмби адаб лэхак шергим пугея бяна шимахарим обе адсмо. Да, или он попытается схватить гранату и выбросить, и тем самым он ее выбросит, а может быть, там кого-то другого убьет, или его убьет. Да, то есть, он что-то начинает делать. А кто тебе сказал, что тебе может что-то делать, из одной комнаты в другую перекинул, этих спас, тех убил. Может быть, лучше ничего не делать. Есть, которые говорят. И то, что написал Хазон Иш, есть, которые считают, что это было после реального такого подобного случая. Боадам шинаса барехав. А ситуация была така, что человек ехал за рулем, автомобиля, и пожил. И така. И така. Сейчас посмотрим, интересная ситуация. Да, сейчас секундочку. Ну, что это? Что-то у меня в итоге. Ага, отказали тормоза у человека, отказали тормоза. Он ехал на скорости, и чтобы не влететь в остановку, где была куча народа, он вырулил руль и убил одного человека. То есть, получается, в эту секунду водитель приговорил отдельно стоящего человека к смерти ради спасения десяти человек, которые стояли, куда он летел. Да, окей, вот такая была ситуация. И он пришел к Хазунышу и говорит, что мне делать, что я должен делать, я должен раскаиваться как убийца. Я убил человека, я повернул на него руль, я его убил. Или говорит, то, что я сделал, это было необходимым, я был обязан так поступить. Да, то есть, а что еще я должен был делать, у меня не было выбора. Несколько секунд нужно было подумать, либо умирают, либо я лечу, куда я лечу, и погибнут много людей, либо я выворачиваю руль, и гибнет один человек. Должен ли я был спасать жизни многих ценой жизни этого одного человека? Так, в словах Хазуныша слышится следующее. Что в этих ситуациях действительно человек может склоняться к спасению многих, даже ценой жизни индивидуума. Но это при условии, что действие, которое ты предпринимаешь, оно само по себе разрешено. Только что в результате этого действия, в результате, окажется, что один человек погибнет. Да, спасутся многие, но кто-то погибнет. Но само действие, которое ты делаешь, разрешено. То есть, я что делаю? Я кручу руль, я поворачиваю туда Всевышний. Если захочешь, он как-то отпрыгнет, я не знаю. Я что делаю? Я уворачиваюсь от убийства многих, поворачиваю руль. Даже понятно, что тем самым я вылетаю в другую сторону и убиваю человека, который встал рядом с остановкой, а не на остановке. Да, в этом случае. Ой, смотрите, сейчас. Медивери, хазоны, шмитмашвай, шмитмашвай, шмитмашвай. И объяснение слов хазоны, оно, наверное, оно следующее. Что эта ситуация, она отлично от закона. Дайте нам одного из вас, иначе мы убьем всех. Что мы сказали, что нельзя, нужно всем умереть. Почему здесь можно, получается? Потому что здесь другое. В итоге ты что, ты выбираешь одного, чтобы спасти многих? В чем разница? Ты почему повернул на этого человека? Ты, получается, решил, смотрите, ребят, нас много, чтобы спасти остальных, давайте убьем вот его. Так есть прямая вещь, так делать нельзя. Почему же здесь можно? Эта ситуация отличается очень тонко, смотрите внимательно. Потому что выдача человека на смерть ради спасения остальных – это дерзкое, жестокое поведение. Да что вы делаете? Вы берете просто, слушай, ну вот это так, коллега, недоходяга, а мы такие все хорошие, давайте его отдадим. Это страшное проявление жестокости. Кто тебя? Вот это нельзя делать. И сама передача, ее нельзя, сама передача запрещена. Выдача этого человека уже запрет. Потому что, ага. Вау, 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 фантастик. А, вот что здесь. Вот что здесь. Нет, мы немножко неправильно поговорим. В момент передачи человека ты обрекаешь его на смерть. Ты убиваешь человека. А то, что остальные спасаются – это второе, это как следствие. Тогда как в момент поворачивания руля, твое поворачивание руля и есть спасение многих. Когда твое действие, оно и есть спасение многих ценой одного, в моменте, то разрешено. Если ты же делаешь что-то, убиваешь человека, и как следствие спасаются другие, то это запрещено. Давайте еще раз запрещаем. В самой передаче ты никого не спасаешь. Только этот случай превращает твое действие в спасение. То есть они угрожают. Мы, говорит, убьем всех, если вы нам не выдадите кого-то одного. Проголодались они. Стая ганнибала покружила. Дайте нам одного съедим, остальных отпустим. Нельзя. Почему? Потому что передача, кто знает. Может, не сможет. Когда вы выдаете одного, вы его убиваете. Вот это запрещено. Поэтому нельзя отдавать одного, чтобы спасти других. Но в отличие от этого, делать действие, которое само по себе является спасением. То есть одно и то же действие. В момент, когда я убиваю, поворачивая руль того одного, в эту самую секунду я спасаю тех десятерых, которые стоят на остановке. Слышите, в чем разница? Вот это можно. Но я сделаю сейчас что-то, а в результате получится, что убьют опасность. И эти все спасутся так нельзя. Это два раздельных действия. Кто-то знаешь, ты этого убьешь. А эти сами по себе бы спаслись. Кто-то знает, что будет произойти. То есть одно к другому не приводит. Вот в этой ситуации. Да, так делать нельзя. То есть в этих ситуациях человек действительно должен стараться всеми силами сокращать количество жертв. Да, сокращать количество жертв. Альберт, я не понял, что можно, что нельзя все-таки? Гранату можно на гранату или нельзя? Вот, давай сами теперь подумаем. Мы, как сказали, определяющим фактором является, если можно разделить действия на две части. Если твое действие одно, а спасение людей – это как следствие что-то другое, то так делать нельзя. Потому что то, что ты делаешь – это убийство. Нельзя выдавать человека, чтобы спасти остальных. Ты его выдаешь, ты его убиваешь. Но когда действие неразделимо, поворачивая руль, убивая того одного, ты одновременно этим же самым действием. Не в результате ничего. Это же и есть то, что спасает тех десятерых. Вот в этом случае можно. Теперь получается, когда ты прыгаешь на гранату, это одно и то же неразрывное действие. Получается, можно прыгнуть на гранату. Да, это не одно следствие другого. А прыгая на гранату – это и есть. Убивая себя, ты препятствуешь смерти других. Да, самопожертвование можно. Ради спасения. Подожди, слушай, у нас еще впереди, чтобы там всякая книга. Но на данном этапе… Сам выходит добровольный. О, да, совершенно верно. Когда мы говорим, что нельзя, мы всегда говорим, человек себя героем может сделать. Но, предположим, он трусит. И он, Абрамович, выходи сюда. И стой, иначе убьем всех. А он, не могу, не пойду. Ты не можешь его заставить. Не можешь, всем надо умереть. Если Абрамович, конечно, понятно, человек смелый, он скажет, конечно, я выйду, убейте меня, не убивайте остальных. Но если он трус, ты не можешь его выдать. Все должны умереть. Да, и такое было много раз. Мы знаем, были герои в нашем народе. И папу, и знаменитые братья, которые вызвали, сами сказали, Юлианус и папу, сами сказали, погибла дочка правителя. И тот вообще там угрожал, говорит, убью. Кто-то сказал, что это евреи, конечно, а все виноваты евреи. И грозила смерть многим евреям. И тогда два человека вызвали, сказали, это мы сделали, их убили. И про них сказано, что их вообще ганеден, они ни с кем, то есть их заслуга так велика. Про них очень велик, говорит Талмуд. Они этого не делали, но они взяли на себя вину. Окей, тогда человек сам герой, как сказал Малкель, то есть сам герой, говорит, я выйду, пусть убьют меня, чтобы всех спасти. Окей, так можно, но выдать его нельзя. И так получается, прыгнуть на гранату, пока кажется, да, что прыгнуть на гранату, чтобы спасти других десять человек. Даже ценой своей жизни можно. Ценой одной жизни спасти многие жизни. Кеномар. Получается, это фундамент. То есть то, что мы сейчас сказали, вот эта вот идея, которую говорит Хазуныш, что само действие по спасению жизни должно быть неотделимо от того, от убийства, которое ты выбираешь. То есть от меньшего зла, которое ты выбрал. Это является краеугольным камнем. Это как бы основа для вот этих ситуаций. Так вот, Хазуныш. То есть он разделяет. Если действие, которое ты делаешь, передача, выдача человека, это само жестокое проявление убийства. Ты берешь человека, вытаскиваешь, против воли отдаешь его на смерть. В этой ситуации то, что ты его выдал, приведет как следствие к спасению многих. Чем, да, отбить стрелу? Хатаята хэтс, я думаю, это работа телохранителей. Если ты видишь, как стрела летит от другого человека, можешь ли ты прыгнуть и своим телом закрыть его от этой стрелы? Телохранителей, да, у них прописывается в контрактах, что он вплоть до, что он должен прыгать, закрывать хозяина пулей даже ценой собственной жизни. Так, в этой ситуации, будет ли это разрешено или нет? Шебетэ ваги пуэээта цалам митсадатсма. То в этом случае получается само действие убийства одной жизни ради спасения другой жизни. Это действие неразделимо. Когда человек прыгает под пулю, убивая себя, он и спасает другого человека. Или гранату, что он там ловит, да, там, бомбу. Шейтахэн шейш леатир леатот. Это хэц аль авария хит гдэ ле маэт бейбадон хаим шаларабин. Спасение жизни многих. Посмотрите, он постарает продолжать многих, многих. Вот мне интересно. Многих. Многих окей. А если отец пытается спасти сына? Одного. Или тоже ситуация телохранителя. Можно ли вообще еврею-телохранителю писать в контракте, что да, я отдам свою жизнь, спасая, вообще можно ли так делать? Одна против одной. То есть одна пуля. Умер бы один человек, а умирает человек другой, чтобы спасти одного другого. Так. Давайте сначала разберемся с словами того, что говорит хазоныш. На самом деле это большой-большой хидуш. То, что мы сейчас говорим, это вообще непросто. Получается, выдать человека более страшная вещь, чем отбить стрелу. То есть стрела, мы говорили, автобус летит на скорости, и он влетит либо в остановку, либо убьет одного человека с краю, либо убьет всех людей на остановке. Тоже как бы запущенная стрела. Это я отбиваю, поворачиваю стрелу в сторону меньших потерь. Да, мы сказали, это прямая разница. То есть если говорят любого, нельзя. А если говорят конкретного, то можно. Но тут есть спор Раби Йохана и Решлакиша. Можно выдавать. Если назвали его имя, дайте нам какого-то, такого-то конкретно. Раби Йохану говорит, можно его выдать. А Решлакиш говорит, можно его выдать только если он подлежит смерти по закону Торы. Окей, они хотят его убить, а может быть он не должен умереть. Да, Раби Йохану говорит, если это конкретно известно. То есть как бы уже судьба, как будто всевышний. Мы же что говорим? Ты не можешь играть в Бога. Ты не можешь. Если они говорят, кого-то выдай нам, как ты выдашь? А этот хромой, а вот этот уже старый. А этот глупее всех остальных. Как ты выберешь? Ты не можешь выбрать, все должны погибнуть. Но если как бы ситуация выбрала, и они требуют кого-то конкретного, то тоже спор. И Рабам говорит, как Решлакиш, мы видели все мнения, как Решлакиш, что все равно нельзя выдавать, даже если назвали конкретно человека, если этот человек не подлежит смерти по Торе. Но если он действительно подлежит смерти по Торе, он действительно убил дочку императора и прячется сейчас в синагоге с евреями. И говорят, сожжем всю синагогу. И мы понимаем, что же это он. Тогда можно его выдать. Тогда и только тогда, ради спасения всех, можно его выдать. Вот он постоянно повторяет одна жизнь против многих. Да, это другое. И человек тоже самое. Он говорит, я не пойду. Человек просто любой может сказать, я герой, я пойду отдам жизнь ради многих. Бен Бетейра, это в пустыне, что ли? Хаеха Кодмин. Это наоборот, казалось бы, на Масканалах, а выходит там, по мнению Раби Акивы. Вот это вот вопрос. Вот это вот я пока неизвестно. То есть, если речь идет про телохранителя. Либо ты, либо твой хозяин. Или отец хочет спасти сына. Один человек, ты немногих спасаешь. И ты выбираешь, что твоя жизнь менее важна. Ты считаешь, что вот это пока еще... Пока мы используем хазуныша в случае, когда речь идет про многих. И это неразделимое действие. Ты, отбивая стрелу, спасаешь с гранатой, видимо. Спасаешь жизнь многих, но забирая жизнь одного. Или своим телом закрываешь. Так вот, спрашивает он, да, ну как же получается, что выдать человека, это получается хуже, чем отбить стрелу. Несмотря на то, да, почему. Потому что, первое, ты, отдавая человека, не прямым образом спасаешь всех остальных, а косвенным, ты убиваешь человека. Это отдельная вещь. А, и в результате, окей, они говорят, что они убьют всех остальных. Во-первых, то, что они говорят, что не было такого, что говорят, что они убьют, а потом убивали всех. Фашисты, да, садисты издевались над матерями, заставляли мать выбирать, какого из ее детей убить, чтобы остальные выжили. Мать это делала, а потом они сразу всех убивали, да, и оставляли мать с этим. Понимаете? То есть это два различных действия. Но, говорит Хазон Иш, если это действие, оно одно, оно неразделимо, забирая одну жизнь, ты этим же самым действием спасаешь жизни многих, когда поворачиваешь автобус в сторону одного, вот это, говорит, дозволительно, и даже, да, нужно спасать, стараться минимизировать жертвы. Всегда стараться минимизировать. Нельзя говорить, а, все, Всевышний решил, вот так автобус летит, в толпу детей, пусть так летит. Я не могу, я же жизнями не распоряжаюсь, раз так получилось, так получилось. Нет, надо максимально стараться, да, делать, минимизировать потери. Альберт, а где-нибудь написано, именно евреи, не евреи, если выбираешь, не выбираешь, где-то написано такое? Не знаю, пока впереди все нас ждет. Эльш, שלפני, החזонיש, יש להבחון את העניין, בהיכשרו הכללי. В обхинах זו רואים חומרת דווקא במשירת נפש, להריגа. Интересно, говорит, да, חזонיש, אלה שלפייה חזוני, שלפייה חזוניש, לשלפייה חון את עניין, בהיכשרו הכללי. Можно ли использовать его, вот этот подход, глобально или нет? Или это, он говорит, только именно конкретно по выдаче человека? Может быть, именно выдача человека считается супержестоким убийством, которое, говорит, חזוניש, нельзя так делать? А, например, если бы это было что-то другое, то это было бы не так? Или нет? Вообще, во всех ситуациях, когда одно действие не является одновременно спасением большинства, то закон, что его делать нельзя. То есть, надо понять, да, что имеется в виду. Барам החזוניש עצמו, לא кова מסмерות בדвара. Да, и сам חזוניש, да, как бы не забил Гвоздик в свои слова, сам חזוניש пишет там, когда говорит, что есть одна проблема с прыжком на гранату, потому что ты делаешь это руками, ты это делаешь активно. Вот тоже очень большая вещь. Активно или пассивно? То есть, ты активно себя убиваешь. Активно достать пистолет, этого застрелить, чтобы спасти 20 человек. Тут, говорит, может быть, так нельзя. То есть, например, как бы Авен, ничего не делая, и он как бы умирает. Вот я сегодня собираюсь давать у меня как бы занятия, и я разбираю вопрос Джессики Паркер. Была такая девушка, она была альпинистом. Мы знаем, что это сложнейший вопрос на скалах, что когда альпинисты поднимаются на, штурмуют высоты, они связаны друг с другом, они связаны, они как бы страхуют друг друга. Помимо страховки в скале, есть еще страховка, они все привязаны друг к другу. И если один падает, то как бы остальные трое его удержат. Но у каждого карабина есть его максимальная нагрузка. И у веревки есть нагрузка, да, все это есть. Так бывает, что один срывается с такой силой, что он срывает и другого, а двое срывают третьего, и все висят на четвертом. И тут знаменито называется, да, это дилемма альпиниста. То есть что нужно сделать? Ты можешь отстегнуть карабин, чтобы все упали и разбились. Но тогда ты спасешься. Карабин выдержит тебя. Четверых он не выдержит, он способен держать несколько секунд. И у тебя, да, он разжимается постепенно, и ты вываливаешься, и все погибают. Так как быть, да, там 12 человек карабкалось, 8 висят. Можно спасти оставшихся четверых, если последний отрежет или откроет карабин, да, убьет их. Можно это сделать ради... или все должны умереть? Отвечает Маслех. Я думаю, что можно. Все главы поколений ломают, не могут ответить. Но мы только что услышали ответ. В этой ситуации, да, вот дилемма. В чем проблема здесь? С одной стороны, ты спасаешь многих. Да здесь даже не многих. Они все погибнут. Они все погибнут. Да, но тут в чем проблема? Действия. Ты должен активно их убить. Да, в этой ситуации на самом деле. Когда я ее разбирал в последний раз, то, что все очень неоднозначно. Сам человек должен перерезать себя. То есть ты не можешь ему. Он, вот этот вот, который висит, и понимает, что он все равно умрет. Он умрет либо с этими четырьмя наверху, либо они умрут внизу. Вариантов нет. Вертолет подъехать не успеет. Да, совершенно очевидно, что вот только если он сам вызовется быть героем. И тут тоже вопрос. У него там еще люди. То есть ты герой, я слышу. Я хочу пожить еще 10 секунд. Да, может ли тебе перерезать канат. Да, то есть только если он сам это сделает. Получается, что капитан та, которая висит, которая может спастись, скинуть. Причем они на четверо карабин выдержат. А вот 5, 6, 7, 8 всех остальных карабин не выдержит. Да, то есть нужно отрезать на четвертом, чтобы спасти остальных. Окей, это я вам оставлю как домашнее задание подумать. Да. Да, да. Тогда они выживут. Они спасутся. О, вот это и есть вопрос. Выпить воду самому или продлить жизнь? И Бензе Петора говорит, и говорит, подели пополам, проживите еще полдня. А вдруг у вас встречный караван? У Азис найдут. То есть Бензе Петора говорит, ты не знаешь будущего, ты продлевай жизнь. А я слышал наоборот, наше 2, 2, 2, 3, 4. Делать свой хозяин. Хазак, Хазак Убаруха. Я говорю, Бензе Петора, это спор. А Раби Акива говорит, нет. Чугиса бывают, ты можешь найти у Азис. Слушай, ну надо быть объективным. В пустыне у Азис, скорее всего, никакого у Азиса не будет. Просто оба умрете. А может и не встретите? Нет никакого каравана. Говорит Раби Акива, Хаеха Кудмин. Твоя жизнь дороже. И если у тебя фляга воды, а у него вода закончилась, то фляга воды у тебя. Если вы подели, если вы умрете оба, дать ему и умереть самому, или выпить самому, чтобы он умер, что делать? Знаменитый спор, да? Баум, Ицзе 62, да? 54, да? Как бы там ни было, царих и юн. В Москве их мы учимся. Не, ну серьезно. Все, друзья, тогда... А, вот еще вот до трех точек сейчас зайдем. Да? Барам Ахазуныши Ацмолу Кавам Мисрабид Бараб Вот, и поэтому сомневается, Хазуныш говорит, все классно, мы объяснили, граната, разница между передачей, но все-таки ты это делаешь активно. Если бы ты делал это пассивно, то есть я ничего не делаю, и это приводит к смерти. Это одно, но когда ты активно должен кого-то убить, чтобы спасти другого, возможно, это нельзя сделать. Возможно, это не похоже. Он сам это говорит, Он сам говорит, что если тебе придется делать активное убийство, возможно, это запрещено. Даже с ценой, чтобы спасти других. Задушить одного, чтобы остальные, не знаю, А то, что убили Шева бен Бихри, ему отрубили голову, чтобы спасти целый город, да, но там, потому что он уже подлежал смерти, он восстал против царства, то есть, а на списках так, кто подлежит смерти Бейдин, это как бы ходячий труп. То есть смысл его спасать ценой города, он, в любом случае, его предадут правосудие, его казнят. Это человек, который обвинен на смерть, он должен умереть. Поэтому его разрешено было убить, а так было бы нельзя. Активно убивать, чтобы спасти даже целый город. Если бы он был невиновен, например. А вот Цицелиезер, великий тоже, да, посек, он, разбирая слова Хазоныша, в своей москане приходит к такому выводу, что в ситуациях, о которых говорит Хазоныш, отвратить стрелу, закрыть стрелу, да, о, 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 димон яд, хамит, о, феф, ликвен рабим, бета анод драхим, шавэл таасэ адив. И он говорит, нет, в этих ситуациях не делай ничего. Шавэл таасэ адив. Знаменитое правило. Когда не знаешь, делать или не делать, лучше ничего не делай, чем активно сделай, а потом выяснилось, что это было нельзя. То есть получается, ты летишь, не трогай ничего. Все, так уже получилось, ты потерял управление, ты летишь, стрела летит, вот как есть, так оно и будет. Потому что если ты вмешаешься, тебе нужно активно убить этого одного человека. Ты направляешь на него автобус, он был в безопасности, угрожали им, а не им. Ты как бы повернул, ты его убил. Активно. Сицелезер говорит, не имеешь права пролагать усилия этого дела нельзя. Окей, друзья, мы с вами дошли до половины, и до израта шем разберем эту тему позже. А пока тогда здесь с вами прервемся. Всем не шаркоах. Оставайтесь с нами. Байзрата шем до следующего раза. Шкоях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!